всем привет покажу одно за мусорью нотень рыболовное место в гуэнос-айресе называется усина знаете что такое это теплоэлектростанции вот смотрите вот здесь находится теплоэлектростанции которые там тепло вырабатывать ну и куда она там вырабатывает периодически она эту горячую воду сбрасывает вот смотрите вот это горячая вода после переработки после электростанции и вот в этом закоулке все время как бы горячая вода даже зимой потому что идет теплоэлектростанции и смотрите уже сколько рыбаков тут торчит я понимаю это грязный мусор но тут замусили на это окраина города и все такое но зато тут дорадо ловятся так что ты мне поймали крутое дорадо суруби ловится это такие самые пацанва тут шустрит видите должна лазить как обезьяны по этому самому лазят по заборчиком потому что по-нормальному тут не подойти говорят когда воды меньше когда не так сильно сбрасывает электростанции то там где сейчас вода там сухой можно подойти и забросить через этот порожек в данный момент вот приходили даже не знаю где им забросить потому что надо лазить по этому забору как этот самый но место хорошее то есть вот там выход в реку вот выход в реку и из реки заходят эти самые он пацан может даже что-то и тянет а может и нет из реки заходят сюда хищники покормиться ну и я другая рыба заходит сюда покормиться тем что тут видите сброс идет и вот в этом закоулке и разрешает ловить как с этой стороны вот он пацан что-то быть она маленькая потому что с другой стороны там как бы заповедник считается его там нельзя стать там он полиция вас забрать на с этой стороны место мусорное но как говорят рыбные такие места бывают еще смотрите ладно поеду я сюда приехал посмотреть первый раз что это такое за место потому что много про него слышала никогда сюда не приезжал и не смотрел как она выглядит ладно помчимся отсюда не надо мне надо поехать по делам центр города спросить там медицинском центре одно когда мне сделают одну штуку которую мне должны сделать и не делает или уже больше чем полгода наверно это связано с этими ограничениями всякими но вопрос не в том вопрос том что я хотел вам по дороге поснимать немножко набережную у нас есть такая кастанера суры кастанера норте то есть южная и северная кастанера вот сейчас мы будем ехать принципе по южной кастанере набережная я ездил до или до теплоэлектростанции посмотреть как вам рыбу ловят а теперь буду возвращаться выставил карте себе на гуле карте откуда доехать и мне показал что принципе мне надо проехать по набережной этой мы заодно мы поснимаем то сейчас вот этого выезда вообще окраина там слева понятно вам не видно но там корабли какие-то ржавые стоят разрезает их на запчасти вот то есть как бы то ли партий какие-то ремонтные свалки и все такое набережная еще только потом начнется больше здесь для всяких грузовиков но мы посмотрим сегодня это дело с машиной такой буенос-аэрос разный буенос-аэрос бывает а я пока буду ехать что знаю расскажу вам так вы не показывает что надо вот сюда поехать ну значит крас так сюда пока я выехал вроде как с другой стороны так и поедем куча всяких грузовиков ночью это так понимаю которые приехали за каким-то грузами если их еще не загрузились то они здесь и ночью это то кстати сзади за пуэрто-мадеро я когда-то показывал вам такой крутой этот самый район буенос-аэрса который назывался пуэрто-мадеро вот впереди видите большущие дома это он и есть это пуэрто-мадеро а вот за ним там будет набережная еще вот в эту сторону видите вот такое более это грузовики какие-то свалки поймешь да там чего там как по мне тут вообще какая-то вот вижу с этой стороны с правой это же не знал что здесь какая-то вижу есть смотрите о тут пуэрто-мадеро слева видите дома а справа вот вижу вообще круто ты будем знать тут еще и вижу есть на точно самое натуральное вижу насколько буэнос-аэрос такой как вам сказать город очень даже так не прямо очень даже интересный вот кстати за грузовиком видим моргает этими сами это едет охранная машина с охранниками грузовик охраняет сопровождая частная частная охрана ну все вот смотрите там было вижу здесь начинается пуэрто-мадеро так вот так как эти показаны а периодически смотрю на на этот периодически смотрю на карту мы не очень сначала понял как не ехать приблизительно только так парк во всяком случае вот здесь зеленая зона справа от меня там можно походить есть у меня видео в этом парке а это вот набережная куча всяких как бы вагончиков где можно купить фастфуд аргентинский видите вот эти вот вагончики с фастфудом все уже город начался такой как бы то есть все в куче здесь довольно интересная набережная раньше приходили сюда погулять час для нас это далековато у нас есть своя набережная не буду этого обгонять пускай себе едет впереди на велике катается бэш хочу же поснимать а порассматривали все все хотя учешь мне теперь за это велосипедист ехать целый день когда-то по всему городу вот эти точки были с фастфудами тут хот-доги всякие сэнвич и все такое но потом по выгоняли на набережные узаконили на набережных а по городу полу по запрещали теперь кто уже остался в этом бизнесе как говорят они все вот на набережных что на это еще на другой так как народ потом здесь гуляет они вам по выставлялись сейчас рано сейчас сколько 937 до кто будет гулять во вторник 937 утра здесь практически никто только тех кто готовит что-нибудь где тут и лазят я проезжал потому что по делам ездил а вообще довольно прикольно здесь погулять здесь вот слева это такая ну как бы такой городской заповедник есть у него два входа один уже проехали один еще только будет а потом дальше не нельзя в других местах зайти в него и там внутри есть и даже вот такой пляж зонтиками со всем этим сырами там для детей все такое но только там купаться нельзя как везде на пляжах буэнос-аэрса нет уж а ты там покупаешься нет ты можешь там позагорать посидеть под зонтиками на стульчиках раскладных то все это да побегать можно здесь машины многие оставляют в этих местах потому что тут бесплатно можно их оставить а он по арта модера типа дальше в дом работает там все платно в стоянке так что они поставляют здесь на набережной потом идут туда на работу в офисе таких тоже баллов я заметил так делать некоторые в магазинах поставляет свои эти самые здесь есть вот в конце сейчас впереди у нас спасибо так этот самый тут клуб рыболовов есть тоже у нас на нашей набережной есть к рыболову и здесь есть куб рыболов я когда-то сюда даже приходил один или два раза все время в этот клуб рыболов но не скажу что тут прямо там дико что-то ловится в этом клубе рыболов но он существует и существует вот у рыболов вот здесь начинается конечно куда же так тут по моему буке bus который ходит на уру вай сейчас будет их не и порт новые какие-то уже здание построили я даже не знаю что это ведь они еще даже без вывесок без ничего тут просто новые здания построены еще даже по моему не засельный может буке bus переберется может еще что-то так что мне тут прямо по кордам и ехать переезжаем куда уходят корабли и вот здесь справа от меня находится букет это паром такой который ходит между ругаем и аргентиной бонус айрес и праздник там города углубая он ходит не в один вот за этим забором справа кому надо а мы сейчас уже переехали в город это район в принципе микроцентра сейчас мы тут поедем прямо по кордую по кордую по кордую вверх 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 вот так будем ехать а вы будете рассматривать город сегодня наконец-то после недели даже больше наверно где-то 10 дней дикой жары в ориентине то есть я буду играть за буйнос-айрес потому что где-то было еще большая жара а где-то конечно меньше ну для буйнос-айреса это тоже уже много-много лет не было такой жары типа чтоб было 41 градус и вот стояло около 10 дней тридцать восемь тридцать пять сорок до 41 доходило то есть это очень большущая жара для нас и наконец-то начался сезон дождиков раньше думаю что ну дожди кому они нужны а теперь даже радуешься думаешь вот неужели уже дождь пойдет после такой жарище я когда-то свою бытность на этом перекрестке где я сейчас приторможу тогда еще не было тут так все крутенько развита вот на этом продавал воду на перекрестке знаете и такой был бизнес начале своей деятельности вот именно под этим деревом слева стояла у меня такая тачка холодильник который был лед и газировка в баночках и вот так когда машины останавливаются на светофоре ты берешь эти баночки с газировкой переносной термос и между ними продавалась на ура можно было продать черт на сколько за день сейчас я не знаю кто будет покупать да и не покупаете бизнеса такого нет но когда-то был ход долги вода на перекрестках то есть мигрантскую деятельность и начинали с чего-то как говорят самого простого вплоть до продажи воды на перекрестках так что вот на этом перекрестке была моя торговая . скажем так да и то не на себя то есть тут на было еще договариваться насчет того чтобы стать что-то где-то продавать не так просто это все соответственно кто договорился нанимал продавцов потом уже и на себя но вначале просто продавцом быть на кого-то так это авене до кордова наступает вот мы по ей поехали наверх она довольно длинная таби не дамы конечно до всего не будем ехать мы поедем до вокзала он все где-то в те районы там у меня центр который надо посетить машину как она будет на стоянку там поставить там нигде по-другому вот мы находимся в микроцентре самый-самый микроцентр пешеходная улица флорида которая пересекаем так что автобус супер сяне на свою сторону и теле не хотят ждать друг друга хотим выделены в две полосы но они в заезжает когда хотят куда хотят им не до этого также потому у нас сегодня как раз не солнечно потому что нам солнце уже достало за 10 дней хотя обещали розы на неделю тоже и честно говоря был пару дождиков небольших у нас в нас алисе я смотрю по прогнозу и прогноз показывать что вокруг бауэнос-айреса крутит крутит но именно поэнос-айресе вот так вот так переезжаем но и в дыху лио дыху ли широкая винида где-то читал когда-то что по моему чуть не самая широкая в южной америке вот мы и начали переезжать вот вот она идет 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 вот это все полностью но и в дыху ли его сейчас где автобус красный там будет заканчиваться как мы ее уже переедем вот мы переехали авенит который называется винидом и отдых улья и едем дальше по кордове сейчас мы находимся в районе трибунала в районе суда нашел центральную как еще по-другому объясню 5 а тут поперся черный куда а вот если я заеду на автобусные линии мне будет хороший штраф они ну может у него шуток такой а может просто ему хочется покататься мало ли захотелось чуваку здесь покататься даже чуть-чуть моросит хотя все равно так душно когда моросит а очень душно я включил себе кондиционер машине будет без кондиционера просто духота и парилка наступает сейчас мы будем поможем пересекать следующую авениту поперек нас которая называется к жал вот эти с такими тачками то картонку собирает трудяги он идут два видите уже им одинаково на какой свет нам идти со своей тачкой никто у них права не заберет так успеем успеем ну тетя наверно не успеет перед нами перебежать на красный свет мы успеем проехать на зеленый то есть у нас смотрите ходят где хотят видите и надо его объезжать он отворачиваться идет и чё ты ему сделаешь ничего переезжать его нельзя так что будем ездить как можно факультет медицинский факультет здесь у нас есть университет такой здоровья буэнос-айресе вот здесь факультет медицинский от него и еще слева от факультет по моему экономический тоже вот эти корпуса это тоже от не все это бесплатно губа мне все буэнос-айреса здесь снимал видео тут полно и вот воспитать бесплатный справа еще только линка вот это вот здоровый и тут же как раз факультет всяких медиков которые обучаются сейчас переедем по эридон и будем сворачивать бы мне там где-то в этих краях надо посетить поругаться ну как поругаться попробовать попробовать чего-нибудь добиться когда они тебя ждите 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 и вот это ждите уже скоро будет год последний на телефоне не отвечает последний раз на ватсап написал вам позвонят ждите вам позвонят ну вот и ждите а когда сдать сколько ждать неизвестно думаю пойти конкретно пускай сказать сколько еще можно ждать принципе документы я сдал в общем эту процедуру в марте месяце 20 сейчас какой-то 2 21 года за два месяца их авторизировали и сказать что уже все готово потом сказали типа там нет поставок нет поставок как поставят одну штучку так мы все сделаем и вот так до сих пор пишут ждите 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 хочу выяснить сколько ждать ладненько а вы смотрите буэнос ну что толку тут еще будет этот светофорчик красным гореть мотоциклистом принципе по барабану какой-то красный синий зеленый этот светофор чик через 200 метров поверните налево повернем просто так сказала через 200 метров налево так значит начинает забиваться больше и больше так как решит свеча перекрестки налево будем начинать у нас вообще любят поворачивать знаете делитесь то есть допустим это я вот начинаю перестраиваться там левый ряд чтобы повернуть там налево основная масса никто не будет перестраивать будет третьего ряда поворачивать налево по по барабану поперед всех хорошо что-то меня сегодня налево тянет как-то снова вы чешу с отлево налево так здесь вы можете справа увидеть еврейскую школу почему еврейскую школу потому что смотрите все загорожено бетонными столбами запрещены всевозможные подъезды и остановки машин и стоит полицейская будка перед входом во-первых тут сильный еврейский район скажем честно тут вот еврейская диаспора живет очень много и работает они на он все тут их просто полно а во-вторых так как у нас когда-то был теракт говорят там ну да вот давно там счету моего приезда был теракт против там этого самого против еврейского организации соответственно всех пор тут просто они ну суперски охраняется все то есть вы такую школу нигде не увидите с такой охраной как бы вот а не просто аргентинцы учатся а вот людей еврейская школа там обязательно будет так все еще и охранники будут еще и полиция дежурить будет вот так шоу просто так как было тут район такой шоу их очень много увидите вот все шоу переходит видите вот то в основном здесь они как бы так это живут в нового здесь вот снова слева то же самое смотрите оборожено все бетонными столбами закрыто все бронешторами то есть тут район как раз их не все школы так ну да это он проговорит потому что я собрался здесь на стоянку заехать есть стоянка машин которые периодически оставляем машину там она так и говорит так что все сейчас на стоянку за этим машину оставим и потом после этого пойдем дальше когда сделай это дело узнаешь вам не скажут поеду какой-нибудь парчик еще погуляю там велики очень развиты витя боятся ли все дороже по настраивали все вот эти зеленые дорожки это все для велосипеда вот у меня тут слева стоят велики водных девушка но он чешет по на велику то есть им по целому по выделяли специально дорожки для великого витя перейдет только велосипедные шоу в ту сторону шоу в эту лодку так часа не стукнулся этим своими великами вот были смешно где-то стоянка тут же где-то было еще на квартал дальше точно там то есть вот на следующем после этого светофора и ну вот здесь давно быть уже в этих краях ваше место назначение нахо тут установка я так и понял уже что мое место назначение нахо здесь не находится справа Значение находится вот здесь. Так, взял. Сейчас спросим, где встать можно. Оля, пора у нас, пора у нас, пора у нас. И внизу, на первую. Спасибо. Так, сказали здесь. На первом же этаже и станем вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok